этот видео урок будет посвящен тому как заканчивать партию то есть как выигрывать потому что как говорил любите русский шахматист петров играть концы это уметь играть согласитесь если вы не умеете закончить партию то все ваше мастерство предыдущих фазах это все просто детский метод и так помогает мне мой корейский хороший друг его отец и дед были сильными игроками профессионал джанги итак давайте рассмотрим эту ситуацию что мы видим у красных конечно сильное преимущество нужно эту партию заканчивать но как возможно шах шах слоном это будет шах королю шах будет отсюда так же будет шах королю будет причем это будет двойной шах и будет шах и от пушки и от слона вот но он легко будет парироваться просто ходом на счета в бок теперь рассмотрим здесь возможное продолжение кто занимался классическим шахом это так называемое корневое дерево то есть дерево вариантов и так смотрим значит сегодня возможно четыре варианта вот это диаграмма всех рассмотрим и так вариант первый наиболее эффективные атаки в данном случае ну синий защищается потому что здесь сразу чтобы уже избежать взятия ладьи на какого-то наоборот чуть попозже вот это наиболее сильный ход синий итак наши варианты подключается ладья королю шах единственная защита у него закрывается щитом закрывается щитом и нападение на подъезд подъезд как и сюда с нападением на пушку и дальше следует эффектная концовка планов шах король закрыться от шаха щитом не может потому что будет шах от ладьи может пойти только перед единственным ход король вперед и пушка сносит пушка сносит ладью эффектных перетогов через кранер это первый вариант второй вариант значит ладья сразу входит сюда тоже достаточно очень сильный ход и только рассчитав все возможные варианты вы избежите ошибок случайно поддержите эффектную победу так куется мастерство и в обычный шах открыть защищается пушка но оппонента выборный глик он сносит эту ладью сносит пушку значит так снести он и не может ладью потому что значит будет взять и король стоит под шахом потому что две фигуры находятся в зажоре подводит еще считаем чтобы эту пушку пустить ну тем временем подводим вторую ладью и происходит боль следующий будет шах единственное его ход это закрыться вот этим щитом этим закрыться нельзя потому что как я уже говорил будет шах от этой пушки накрытие и далее следует эффектная комбинация человека который который умеет играть в корейский шах взятие и на этом вариант закончился здесь была еще тема жертвы но сейчас мы рассмотрим жертвы ладьи так вот еще один вариант смотрим его скажем оппонент делает нейтральный ход единственное закрыться этим щитом и теперь следует эффектная развязка жертвы ладьи естественно король щит пробить не может возможно взять и только королем король стоит под шахом и дальше следит эффектная концовка жертвы на ладья и жертвы еще вот эту пушку так это все естественно должно быть постоянной шахи значит это туда шах король отход у нее единственный отход теперь шах вот этим слоном вынуждает короля заесть эту пушку потому что у нее просто не другие ходов шах король сносит пушку и получает мат следующее время ну и вот таким образом вы должны рассчитывать все возможно возможные варианты какие могут быть без этого побед не будет вот сейчас идет шах слоном и это уже мат потому что этим щитом закрыться нельзя шах от ладьи этим щитом закрыться от шаха нельзя от шаха слона шах от пушки королем уйти сюда нельзя потому что шах будет от этой пушки и это естественно выигрыш это чекмент шах и мат и вот так просчитав все варианты вы сможете эффектно и красиво победить все всем удачи до свидания твои тем Опять там здесь и то и все